На эту тему меня сподвигло два повода. Первый повод – это дискурс вокруг новой холодной войны, который раскручивается и в российских, и в американских СМИ. Второй повод – это то, что называют эксперты Рент Корпорейшн – увядание правды. «Truth Decay» – это недавно они выпустили два доклада в 2018 году и 2019. Мы вообще запустили серию докладов, посвященную теме увяданию правды. Давайте я начну с первого повода – дискурс вокруг новой холодной войны. Его усилили после 2014 года. Много было поводов. Это был Крым, Донбасс, события на Украине. И один из первых экспертов, кто заговорил о новой холодной войне – это был журнал «Форрин Аферс» Роберт Легвольт, профессор Колумбийского университета, почетный эксперт. И у него сразу же появились оппоненты свои. То есть кто-то говорил, что это холодная война, кто-то новая холодная. Кто-то предлагал другие аргументы, что сегодня все-таки ситуация другая. Так или иначе, у нас появилось два лагеря. Те эксперты, которые считают, что сегодня действительно новая холодная война или холодная война 2.0. И те эксперты, которые ставят этот тезис под сомнение, потому что сегодня один из аргументов был – нет идеологического противостояния, что позже я немножко тоже подберем сомнению. И вот. И получается вот еще другой эксперт, например, Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, использовал более-таки аккуратные формулировки. Он называл российско-американское противостояние конфронтации. Но эта конфронтация не менее… но она еще более опасна, чем холодная война 20 века. Так или иначе, изначально этот термин использовался как метафора, возможно, и постепенно он становится некой реальностью. Почему я утверждаю так? То есть если принимать за предпосылку теорию и тезисы лингвистической философии или аналитической философии Бертен Трассел и Людек Вингенштейн, еще вот Людек Вингенштейн на ранних этапах утверждал, что язык формирует реальность. И получается таким образом, что эксперты, потом журналисты, постоянно транслируя и используя термин «новой холодной войны», пришли к тому, что сегодня, по сути, новая холодная война становится уже не метафорой, а реальностью. И если я провел контент-анализ для своей статьи для журнала «Высшая школа экономики» на английском и проанализировал четыре медиа на употребление формулировки «новая холодная война». Я взял «Нью-Йорк Таймс», я взял «You Say Today» и взял российские аналоги. С российской стороны была выбрана российская газета, потому что это национальная газета в России, «You Say Today» — это национальная газета в США. «Нью-Йорк Таймс», как пример, качественно массовые газеты, хотя сейчас некоторые эксперты ставят под сомнение качество «Нью-Йорк Таймс». И «Коммерсант», «Коммерсант-сайт». Сайт, то есть это был и все, что входит в «Коммерсант-холдинг». «Гонек», «Коммерсант-ФМ», ну и газеты, собственно говоря. То же самое касалось и сайта «Нью-Йорк Таймс». Рассматривали все продукты «Нью-Йорк Таймс». Это «Интернешнл Нью-Йорк Таймс», это «Нью-Йорк Таймс Магазин». И я почитал количество упоминаний за полгода, с 1 января 2019 года по 31 июня того же года. И получились такие вот результаты, я, наверное, их озвучу. То есть я как бы распределил вот так классификацию, то есть я забивал в поисковике «Холодная война» и «Россия», чтобы какую-то методологию задать. И по количеству упоминаний, конечно же, лидирует «Нью-Йорк Таймс» 196 упоминаний, российская газета 105, ну 105, публикации, вернее, не упоминаний пока еще, «Коммерсант 102», «Юсэй Тудэй 51». Но в «Юсэй Тудэй», возможно, есть погрешность, потому что в «Юсэй Тудэй» нету системы расширенного поиска. Во всех других изданиях этот есть поиск, но так или иначе, то есть я там просто все уже вручную искал. И потом я выбрал определенные статьи, то есть в которых уже шло упоминание «Новая Холодная война» или «Холодная война» контекста определенный. И в «Нью-Йорк Таймс» получилось 191, в «Юсэй Тудэй» 61, в «Коммерсанте» у нас получилось, сейчас скажу, 112, в «Российской газете» 132. То есть, по сути, если брать американскую прессу, 191, это у нас «Нью-Йорк Таймс» лидирует, а с российской стороны именно российская газета. Если брать дискурс-анализ, о чем пишут и в каком контексте, было несколько контекстов. Во-первых, то есть это вмешательство России, выборы США и Европы, как вот в прессе американской рассматривалось, как новая тактика киберхолодной войны. Эти упоминания были в «Юсэй Тудэй», в «Нью-Йорк Таймс». Второй дискурс – это борьба за умы. То есть, если вам наверняка все знакомы с этим дискурсом, что Россия поддерживает популистов правых и левых в Европе, как троянского коня. Очень часто использовали историю с Марин Ле Пен, когда она получила кредит от Российского банка и приехала в Россию накануне выборов. Это второй нарратив. Я пока говорю про западную прессу, потом перейдем к России. Дальше. Еще один нарратив – это он как раз подтверждает тезис о том, что сегодня возродилось, по сути, новое идеологическое противостояние. Есть эксперты, которые отрицают это, но вот и, кстати, в российских СМИ, и в американских есть такой тезис, что сегодня борются как бы две идеологии такие, в кавычках назовем. Первая идеология – это такой авторитарный или государственный капитализм против либеральной модели, которую предлагает США. И вот если в 20 веке, в чем логика заключается, было противостояние капитализма и социализма, более масштабное сегодня, может быть, не такие масштабы, но если проводить аналогии и искать идеологию, и рассматривать идеологию как группу ценностей определенную, которые объединяют группу лиц или наций внутри страны, то, в принципе, вот такая логика была и у российских журналистов, экспертов, потому что в анализ брались не только новостные тексты, но и опинион. Опинион – это, как правило, точка зрения автора, и он может высказывать какие угодно мысли, главное, чтобы они были аргументированы. Еще один нарратив – это дело Скрипаля в контексте возрождения, то есть тоже тактики ведения холодной войны. Это «You say today» и «New York Times». В России редко такой нарратив встречается. Венесуэла рассматривается как новая площадка холодной войны между Россией и США. Россия поддерживает Николаса Мадуро, то есть США поддерживает оппозицию, и, по сути, у России есть свои интересы, у США есть свои интересы, и Венесуэла рассматривается как новая площадка для новой холодной войны. Фактор Китая. Здесь Россия играет в разцепенную роль. И здесь использование двух метафор. Новая технологическая холодная война, новая торговая холодная война. И часто в таких с медиа, например, я вот выйду сейчас за рамки четырех медиа, которые я беру, просто процитирую, вот недавно просто вышли публикации «Радио Свобода» и «Бизнес Инсайдер», где журналисты рассуждали об использовании Китаем ресурсов редкоземельных металлов для давления на США. То есть Китай обладает очень большими запасами редкоземельных металлов, а редкоземельные металлы – это наши айфоны, это высокие технологии. Это высокоточное оружие. И вы сказываете опасения, что в этой новой холодной войне Китай может использовать инструмент ресурсов как политического шантажа. Как это было раньше с нефтью, с газом. То есть вот такова логика. То есть таковы опасения. И такие аргументы были, что Китай сейчас контролирует 80% редких металлов. Цифры на самом деле немножко противоречат действительности. Я могу с уверенностью утверждать, потому что ознакомился с книгой эксперта по редкоземельным металлам Давид Абрахам «Элементы силы». Там немножко цифры ниже. Но так или иначе тоже элемент именно фактор Китая играет роль. Дальше. Если посмотреть российские СМИ и американские сравнить, то западные СМИ, как правило, обвиняют Россию в развязывании новой холодной войны. Это, опять же, внешнеполитический ревизионизм. Так они называют и политику России на Украине, и активизацию политики России в других регионах, начиная от Арктики и заканчивая Африкой. Есть такие публикации, которые вообще высказывают очень такие версии в духе теории заговора, что Россия внедряет своих политтехнологов в Африку и пытается там своих кандидатов. Но это тоже из серии теории заговора. И самое интересное, такие тексты публикуются в весьма уважаемых изданиях, как Bloomberg и New York Times. Ну, это, скорее всего, исключение из правила. То есть, если справедливости ради, нужно сказать, что New York Times, и там тоже есть попытки сбалансировать эту повестку. Дальше. Российские СМИ, ну, понятно, что с точностью наоборот. Возьмите российскую газету. То есть, здесь будут, как бы, обвинения в адрес США, что США развязывает новую холодную войну. Ну, риторика новой холодной войны часто цитируют покойного Джона Маккейна и других ястребов, чтобы показать, что или там публикации делают о том, что США возобновляет там производство или испытания там новейшего оружия. А с американской стороны, как, допустим, тоже, ну, то есть, другой нарратив, что Россия возобновляет маломощные, например, ядерные испытания в Арктике. То есть, цитируют Роберта Эшли, высокопоставленного американского военного. То есть, здесь такой конфликт нарративов российских и американских СМИ. И если брать все-таки два качественных издания, с американской стороны, это Нью-Йорк Таймс и Коммерсант с российской стороны, в этих двух изданиях есть все-таки попытки сбалансировать, продозированно, то есть, предоставить альтернативную точку зрения, чтобы создать контекст. В российской газете это меньше гораздо, но отдельного внимания заслуживает публикация интервью с Генри Киссингером, где, ну, единичный случай такой был, где он действительно предоставил позицию американскую немножко. Ну, и там раскритиковал. То есть, тоже такой грамотный, такая тонкая манипуляция, я бы сказал, была дальше. И, отвечая на фундаментальный вопрос, что же такое СМИ, публикация СМИ, вообще вот рост публикации от так называемой «Новой холодной войны», что это? Отражение геополитической реальности, орудия, инструмент или пропаганда, я бы сказал, что в зависимости от того, с какой точки зрения вы посмотрите на СМИ, на публикации «Новой холодной войне», будет зависеть ответ. Например, если вы посмотрите на ситуацию с точки зрения неореализма, например, вот, так пытался проявить, то, скорее всего, или с позиции, например, самих журналистов, то здесь будет, наверное, отражение геополитической реальности. То есть, СМИ отражают реальность, как правило, цитируют политиков, и здесь претензии, как бы, мы не имеем права, как бы, обвинить СМИ в пропаганде. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения журналистов или реализма такого неореализма, что каждая сторона защищает свои интересы и продвигает свою повестку. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения аналитической философии, лингвистической философии или критической теории, критической теории, это когда идеи доминируют над объективностью, условно говоря, то здесь, скорее всего, это будет на пересечении пропаганды, потому что, как бы, язык формирует реальность. Чем больше мы об этом говорим, тем больше, как бы, СМИ вбивают в голову вот эту парадигму, что новая холодная война, и, по сути, это такая манипуляция, то есть, идет. Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения Бадрияра, симулякра и прочее, то тоже, в принципе, можно подумать, что это симулякры и та же пропаганда. То есть, я намеренно ухожу от ответа, что это конкретно, нужно выбрать просто парадигму и систему координат. И другая позиция, почему важна, что я общался и с журналистами New York Times, и с журналистами западными очень многими, Guardian, задавал эти вопросы, которые, ну, у нас неудобны эти вопросы, и какова логика журналистов, как правило, или людей, которые занимают позицию, скажем, оправдательную по отношению к американским СМИ. Или, например, должны с российского журналистов взять, они будут оправдать российские системы. Мы отражаем реальность. Мы должны отражать реальность, и они верят, что это правда. То есть, как бы, живут, варятся в собственном соку, вот только в этом проблема, пожалуй, и иногда не желают слушать другую точку зрения. И это, опять же, проблема не только России. Это проблема и американской журналистики, и российской. Суммируя и, как бы, подводя итоги, все-таки остановимся на том, что все-таки это и пропаганда, и орудие, и все-таки отражение политической реальности, но в зависимости от того, в какую систему координат вы входите, и какими инструментами вы, как бы, оперируете. Я, пожалуй, на этом закончу. Спасибо за внимание. Есть ли разница между про- и антиправительственными МИДИ, в данном случае, и насколько это реально, что, допустим, недавно прозвучала шутка, что якобы Россия готова вмешаться в выборы Америки 2020? Спасибо. На самом деле, я не вижу разницы между оголтелой оппозицией и оголтелой пропагандой. То есть, но я могу точно сказать, что в России есть СМИ, которые стремятся к балансу. Это их сознательная политика, это коммерсант, это ведомости с меньшей оговоркой, ну, РБК. И, ну, это качественная пресса, которая, да, есть критики, позиция спорная. То есть, к этому можно приблизиться, если сознательно сделать такой выбор. То есть, главное, чтобы был постоянный баланс, то есть, есть одна позиция, есть другая позиция и какой-то контекст. То есть, важен контекст, главное не выдирать из контекста. И нужно, на мой взгляд, просто проводить разграничения между пропагандой и журналистикой. Я не в коем случае, как бы, есть пропаганда и журналистика, но это выбор каждого. Но, опять же, в понимании западной, скорее всего, я сразу расставлю рамки, что именно классическая. Этот идеал, который сегодня почти, ну, сложно встретить в жизни. Но, если попытаться, этот идеал, как правило, воплощается не столько в СМИ, сколько в работе аналитических центров. Возьмите Российский совет по международным делам. Он, в принципе, выполняет функцию хорошего ресурса, где предоставлены две позиции. Возьмите Московский центр Карнеги. Хотя есть там тоже определенный уклон, но если вы почитаете, ну, я просто регулярно читаю и Московский центр Карнеги, и Российский совет по международным делам, и коммерсант, кстати. То есть из всех СМИ все-таки, наверное, приближается к этому идеалу коммерсант, хотя можно и к коммерсанту придраться. Срочная новость нужно опубликовать, комментарии просто не успели сбалансировать, и все, променился, условно говоря. А что касается вмешательства России в выборы 2020 года, я считаю, что это похоже на теорию заговора. Хотя американская сторона всегда заказывает, что это есть доказательство и прочее, но мне это всегда напоминало именно так. И сейчас вот Роберт Мюллер, это даже не шутка, Роберт Мюллер давал показания в Конгрессе, и пока мы сидим здесь, Россия вмешивается в наш выбор, это была цитата, очень громкая цитата. Или, допустим, возьмите в Нью-Йорк Таймс недавнюю публикацию, при всем том, что я читаю в Нью-Йорк Таймс, тоже не могу не покритиковать за последнюю публикацию, где речь идет о том, что у России есть отдел ГРУ, который организует убийство в Европе и в Черногории. Но это уже перебор, простите, это перебор. То есть я просто даю право на ошибки каждому СМИ, то есть до тех пор, пока они уже потом их признают. Но когда СМИ начинает самоуверенно утверждать, что только мы знаем правду, то есть наша правда – ваша пропаганда, условно говоря. То есть, ну вот. И я как бы отношусь к этому, ну я фильтрую просто. Выбираю только то, что, возможно, также можно… Смотрите, даже если вы послушаете американских журналистов, у меня есть коллега, который работает глава Московского бюро «Гардиан». При всем том, что он защищает как бы западные либеральные ценности, он местами иногда отдает должное телеканалу «Раша» туда и хвалит за качественную работу. То есть просто проблема еще в том, что нависает такая надстройка политическая. Вы должны говорить то, что вам удобно, то, что от вас хотят услышать. Если вы говорите неудобные вещи, могу привести пример просто из своего выступления на глобальном Зальцбургом саммите, то есть там тоже определенная как бы аудитория собралась. И когда говоришь неудобные вещи для аудитории, ну это просто чувствуется, может быть, инклютивно, в виде вопросов. И важно говорить эти неудобные вещи и в той среде, и в другой среде, чтобы люди не варились в собственном соку. А когда люди варят в собственном соку, просто мы иногда начинаем верить в то, что сами создаем. В этом, я считаю, ключевой момент и публичной дипломатии. Ну вот прежде Анна очень тянула руку, вот кратенько можно... Есть такой, я не знаю, жив ли он, наверное, нет, Джак Лоу, французский исследователь, который написал книжку о пропаганде. И вот одна из ключевых идей была там, что общество, пропаганда существует в любом обществе, да. И что она потому и существует, что она востребована обществом до определенной степени. Да, очень много людей существует, которым гораздо проще разделять на белое и черное, да. Потому что, как мы уже говорили, да, серое гораздо сложнее для анализа. И, наверное, я с вами соглашусь, британские СМИ, Британия – это там, где я живу, да. Вещи, которые они пишут, и не только про Россию, иногда просто вызывают шок. Но их очень много. И некоторые газеты ты, как пользователь, просто даже не читаешь, потому что ты уже знаешь, что там будут писать. И по поводу Brexit, в том числе, и других вопросов. Тогда как бы в чем, так сказать, в чем тогда смысл вот такого анализа, да, на что конкретно вы… Я поняла, какой анализ вы сделали, но какой вы глобальный вывод из этого делаете, наверное, такой у меня вопрос. Смысл у меня был в том, чтобы посмотреть конкретно на цифрах, чем отличаются российские СМИ от американских. И даже если отличия нету, это тоже о многом говорит. То есть цифры, по сути, качественная газета New York Times, которая задавала стандарты, и многие российские журналисты разочаровываются в газете, по сути, по количеству упоминаний приближается к российской официальной газете «Российская газета». То есть при всем том, что российская газета – это все-таки качественная, но она официальная, и это тоже задает определенный маркер. А когда New York Times, который позиционирует себя независимой прессой, то есть это немножко, я считаю, лицемерно.